Продолжаются интенсивные работы против марокканской саранчи. О патернобрифинге, состоявшемся сегодня в региональной службе коммуникации, сообщил начальник Туркестанской областной инспекции государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Ибрагим Бегасилов. По словам Ибрагима Бегасилова, работы против марокканской саранчи в регионе осуществляются в плановом порядке. При этом химобработку проводят на 4000 гектарах земли за один день. Для этого мобилизованы 26 наземных опрыскивателей и один легкий самолет АН-2. Химобработка против опасной марокканской саранчи началась 8 апреля в Туркестанской области. На сегодняшний день из запланированных 705 тысяч гектаров земли обследовано и выявлено 570 тысяч гектаров. Площадь заселения марокканской саранчи составляет 90 тысяч гектаров. Установлено, что 48 тысяч гектаров превысили порог экономического ущерба. На 41 тысяче гектаров проведена химобработка. Как стало известно на брифинге в текущем году, в 53 сельских округах 10 районов области проводятся химобработки и фитосанитарные мероприятия. В области выявлены участки распространения марокканской саранчи, в том числе в Сарагашском районе. Обработано 24 тысяч гектара. В городе Арыс – 11 тысяч. До полного завершения работ по борьбе с саранчой в регионе осталось около 10 дней. Работы ведутся в усиленном режиме. Планируется, что химические обработки против марокканской саранчи будут проведены в общей сложности на 67 290 гектарах, в том числе 59 тысяч 50 гектаров наземными веерными отпрыскователями и 8 тысяч 240 гектаров воздушными. В государственной инспекции в агропромышленном комплексе мобилизовано 40 государственных инспекторов и 19 служебных автомобилей для контроля и координации эффективного выполнения указанных фитосанитарных мероприятий. В следствии введут 98 специалистов-выявителей прогностического центра. Из них 64 государственных и 34 временных.